Одной из главных причин победы в Авдеевке, помимо сверхэффективных штурмовых отрядов, стало массовое применение управляемых планирующих. Можно и в космосе разместить такой же Посейдон. И все будут знать, что в крайнем случае мы его рванем, и никто из людей на Земле не пострадает. Только космических спутников практически все летит новенькой. Так что до штурма Авдеевки такие бомбы. Почему сейчас на очереди Курахова-Углидар-Степное-Купинск? Какие причины считать, что дальше не Харьков и не Запорожье? А они говорят, что мы готовим для всех некий аналог подводного дрона с ядерной начинкой под названием Посейдон. Он будет размещен в космосе и будет ждать своего. После освобождения Авдеевки у большинства зрителей и слушателей в голове вертится один вопрос. А что... Добрый день, уважаемые зрители и слушатели канала «За углом». Весь информационный поток, который мы можем наблюдать из России, разделился сегодня на три ручья. Или говоря по-современному, три стрима. Первый об освобождении от ВСУ Авдеевки, города на западе ДНР и одновременной ликвидации Авдеевского укрепрайона ВСУ силами нашей армии. Удивительно, но американские конгрессмены как будто подталкивали нашу армию к такому исходу. Во время главного штурма они отказались рассматривать военную помощь Киеву, отложив решение на середину марта. Их можно понять, когда в самих США идет чуть ли не гражданская война между трампистами и всеми остальными. Это почти 50 на 50. Но не это стало причиной изгнания из Авдеевки ВСУ и позорного бегства оттуда элитных украинских частей АЗОВ. По информации от наших военных источников, одной из главных причин победы в Авдеевке, помимо сверхэффективных штурмовых отрядов, стало массовое применение управляемых планирующих авиационных бомб трех весовых категорий – 500, 1000 и 1500 кг веса. Управляемыми и планирующими авиационные бомбы стали благодаря доработке обычных авиабомб. К такой бомбе крепятся X-образные крылья в средней части корпуса и хвостовой стабилизатор. Система наведения инерциально-спутниковая, рулевой привод газовый, питание от воздушного баллона. Все наши самолеты, способные нести такую бомбовую нагрузку, были переоборудованы. Тюменский CGPods становится самым настоящим золотым стандартом беспроводных наушников России. Избегая крайностей наушников Xiaomi и Apple сразу по всем параметрам. Тюменские CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5000 рублей – это в 4 раза дешевле, чем Apple с их совершенно неадекватно завышенной ценой. При этом у CGPods есть интересные фишки, которых нет ни у Xiaomi, ни у Apple. CGPods – это стандарт неубиваемости наушников. Кейс из авиационного алюминия выдерживает 220 кило нагрузки. Абсолютно неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита. Более дорогие Apple от воды не защищены совсем. Тюменцы устанавливают эталон звучания благодаря здоровенным динамикам на 10 мм. Тюменцы берут для своих наушников все лучшее от других брендов. Например, микрофон у CGPods такой же, как у Apple ушей. Прямо с того же завода. Также чисто передает звук. Золотой стандарт эстетики наушников тоже за тюменцами. Выпускают CGPods сразу в пяти разных цветах. В супер приятных на ощупь софт-тач кейсах. Тюменский бренд устанавливает новый золотой стандарт сервиса. Все гаджеты кейс-гуру при поломке не ремонтируются, а просто меняются на новые. Сканируй QR-код или переходи в описании. Там ссылка на беспроводные наушники CGPods по разумной цене. Промокод угланов2024 на скидку там же. Все наши самолеты, способные нести такую бомбовую нагрузку, были переоборудованы. Поэтому при освобождении Авдеевки у ПАБы применялись даже не десятками, а сотнями в сутки. Для сравнения, при штурме Азов-Стали в Мариуполе такие бомбы практически не применяли. Вот что пишет в Фейсбуке бывший министр внутренних дел Украины и бывший нардеп Рады, некто Луценко. У России огромные запасы этих бомб, и с их помощью российская армия разбивает позиции ВСУ вплоть до прицельных ударов по операторам дронов. А вот что пишут в соцсетях наши военные. В масштабах фронта количество управляемых планирующих бомб присутствовало в относительно мизерных количествах. Самолетов, умеющих их применять, было тоже не так уж много. И нужны они были всем и везде. И все это время производственники вносили тысячи доработок, заводы делали УПАБы, поскольку никаких старых запасов бомб у нас нет еще в Сирии. Практически все летит новенькое. Так что до штурма Авдеевки такие бомбы копили, исправлялись прошивки в самолетах, а экипажи дообучались. Еще один военный пишет вот что. Мы с вами сейчас наблюдаем первую масштабную воздушную операцию ВКС по поддержке наступающих соединений такого уровня организации, скорости, реагирования и эффективности. В ходе наступления вскрыли позиции ВСУ. Остановились, запросили авиационный удар. Прилетело через 15 минут после запроса. Очень точно позицию заняли сразу, продолжили продвигаться дальше. Очень характерна реакция западных СМИ на освобождение Авдеевки. Там словно глаза открыли и начали не по-детски удивляться тому, что у нас оказалось так много самого современного и эффективного оружия. Прежде всего танков, самолетов и артиллерийских орудий. Американские газеты, похоже, наконец-то поверили, что танков и снарядов к карт-установкам у нас выпускают очень и очень много. И только наращивают темпы их производства. В сети гуляет запись разговора Гитлера с командующим финскими вооруженными силами генералом Маннергеймом, который датирован 1942 годом. Вот о чем говорили два кровососа. В первых строках этого диалога Гитлер вдруг сказал о плохой работе немецкой разведки. Сетовал, что Германия недооценила степень и уровень вооружения Советского Союза. Маннергейм ему поддакнул, сказав, что в зимнюю кампанию Финляндия на эту тему даже не думала. И теперь они, финны, сами в шоке. Насколько русские оказались хорошо вооруженными. Далее Гитлер сказал и вовсе Крамолу. Если бы ему в свое время кто-то сказал, что у Советского Союза может быть 35 тысяч танков, то он объявил бы такого собеседника сумасшедшим. Это был Гитлер и Маннергейм. Два друга, которые душили блокадный Ленинград. Гитлер с юга, а финский Маннергейм с севера. Сегодня, как я думаю, такое же прозрение наступает и в ЦРУ. Эта контора должна докладывать руководству США об истинном положении как на фронтах, так и на российских производствах вооружений. Хотя тут и разведка-то не нужна. Наши телевидения регулярно и открыто сообщают о росте производств и о новых типах вооружений, поступающих в зону СВО. О тех же управляемых, планирующих авиабомбах рассказывали давно и подробно. Но в США так и не смогли придумать против них хоть какое-то противоядие. Не помогли ни патриоты, ни еще советские комплексы ПВО С-300, которые остались на Украине. Но это их проблемы. А у нас после освобождения Авдеевки у большинства зрителей и слушателей в голове вертится один вопрос. А что будет дальше? На него прекрасно ответил все тот же бывший министр внутренних дел Украины и депутат Рады по фамилии Луценко. Он написал, что россияне взяли стабильный темп наступления и могут продвигаться дальше после Авдеевки. Вот что он говорит. «Перед этим была Маринка. Перед Маринкой Бахмут. Перед Бахмутом Лисичанск, Северск. Тенденцию ловили?» – пишет Луценко. Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахова, Угледар, Степное, Купинск? Какие причины считать, что дальше не Харьков и не Запорожье? А никаких. Нет предела, где россияне, взяв такой стабильный темп, остановятся. Разве что на природных рубежах, которые Днепр и Северные Белорусские болота. Таков их план. Написал Луценко в Фейсбуке. Добавлю, что так же думали и гитлеровцы, когда в 1943 году их погнали с Украины, и они зацепились за Днепр, назвав укрепление на высоком правом берегу Днепра восточным валом, который по их понятиям взять было невозможно. Но взяли. Впрочем, об этом нам хорошо известно. А вот бывшему украинскому менту Луценко пока нет. Повторюсь, освобождение Авдеевки стало не просто неожиданностью на Западе и прежде всего в США, а катастрофой для многих политиков. Плюс ролики Такера Карлсона, которые он снял в Москве и которые смотрят десятки миллионов американцев. В них вообще полный угар. Про сравнение цен в наших американских супермаркетах 1 к 4 и сравнение в станции метро в Москве и Нью-Йорке. Так что съехать с этих тем Авдеевки и Такера Карлсона стало в США насущной необходимостью. Это означало перейти от настоящего кошмара к кошмару, которого на самом деле нет. Но он нужен как воздух. Поэтому пресса США вдруг начала в огромных количествах прокачивать тему нашего противоспутникового оружия, которое может представлять собой различные типы систем. Это спутники, перехватчики и баллистические ракеты. Оружие такого рода может использовать различные физические принципы для поражения вражеских спутников. Первый. Это лазерные комплексы, которые должны засвечивать и выводить из строя оптические системы спутников. Второй. Кинетический способ. Это когда по вражескому спутнику прилетает чугунная болванка. Или его вводит из строя спутник-шпион, способный маневрировать в космосе, менять орбиты и траекторию полета. Третий. Слушайте. Это уничтожение спутника электромагнитным импульсом в результате ядерного взрыва. Такой импульс выводит из строя электронику космических аппаратов. Если говорить просто, достаточно подрыва ядерного заряда в космосе. И что вы думаете? Именно американцы оказались в этой области самыми передовыми еще с 50-х годов прошлого века. Они первыми взорвали в космосе атомную бомбу 27 августа 1958 года. Эксперимент назывался «Аргус». Ядерная бомба мощностью 1,7 килотонны в тротиловом эквиваленте была подорвана на высоте 170 километров. В то время это можно было делать свободно. На всех орбитах Земли не было практически ни одного спутника. Да, и американская бомбочка была совсем маленькой. Самый мощный боезаряд в космосе взорвали опять же американцы 9 июля 1962 года на высоте 400 километров. Это была уже термоядерная боеголовка мощностью 1,4 мегатонны, то есть почти в тысячу раз мощнее первой. И последствия были куда круче. Взрыв был произведен неподалеку от земной поверхности с Гавайскими островами. В результате сильнейшего электромагнитного импульса на архипелаге погасли уличные фонари. Обрушилась радиорелейная связь. Взрыв полуторамегатонной бомбы привел к образованию искусственного радиационного пояса Земли, который просуществовал 8 лет. В результате этого подрыва были уничтожены 6 космических спутников. Это первый коммерческий космический аппарат американский Телстар-1, первый британо-американский спутник Ариэль-1 и, о ужас, советский аппарат Космос-5. Похоже, по прошествии 62-х лет в США решили, что мы собрались отомстить за тот наш спутник. Космос-5. Вообще же, все взрывы ядерных бомб в космосе случились в период с 1958 по 1962 год. В общей сложности было проведено 9 таких испытаний, из которых 5 пришлись на Соединенные Штаты, а 4 на Советский Союз. Сегодня это тоже возможно, но последствия будут такими. Сегодня в космическом пространстве на самых разных орбитах летают у США 4531 спутник, это на начало 2023 года. У Китая 592 спутника, у Великобритании 563, Евросоюза 343, у нас 168. Если в космосе действительно кто-то захочет взорвать атомную бомбу, то большинство из этих спутников ослепнут как минимум, а как максимум будут разрушены. Самой пострадавшей страной окажутся Соединенные Штаты. Сегодня с помощью спутников они следят за любой точкой Земли, помогают ВСУ наводить на цели их боевые ракеты и морские дроны, осуществляют связь и много чего еще. Один Старлинг, Илона, маска чего стоит, больше других помогает вести войну Вооруженным Силам Украины. И у нас действительно давно ведутся разговоры, как обнулить хотя бы микроспутники этого самого маска под названием Старлинг, которых на орбитах Земли уже несколько тысяч. Надо сказать, что американцы не говорят, что мы хотим всех уконтропупить, взорвав в космосе ядерные заряды. Они говорят, что мы готовим для всех некий аналог подводного дрона с ядерной начинкой под названием Посейдон. Он будет размещен в космосе и будет ждать своего часа. Вот что пишет сегодня Нью-Йорк Таймс со ссылкой на некоего американского разведчика. По его мнению, Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, потому что президент Путин считает, что ни один из его противников, включая США, не рискнет вступить в прямую конфронтацию с Россией из-за размещения спутника с ядерной боеголовкой. Другой сотрудник разведки, говоривший на условиях анонимности в той же газете, сказал, что господин президент Путин, возможно, делает ставку на то, что угроза ядерного взрыва в космосе отличается от угрозы разрушения Лос-Анджелеса или Лондона. Что мы угрожаем аппаратуре, а не людям, что дает нам больше свободы действий при развертывании нового спутника. Но даже американская пресса лично для меня открыла то, что может стать для нас, для России самым надежным оружием нашей защиты. Первым был подводный дрон «Посейдон», который, как пишет та же американская пресса, уже лежит на дне морском, либо неподалеку от Нью-Йорка, либо от Лос-Анджелеса, либо и там, и там. Оказалось, что можно и в космосе разместить такой «Посейдон», и все будут знать, что в крайнем случае мы его рванем, и никто из людей на Земле не пострадает. Только космических спутников не останется ни у кого. А без спутников как сегодня жить? Да никак. И на этом я с вами сегодня прощаюсь. До новой встречи у меня зубы. Субтитры создавал DimaTorzok